Что нужно человеку для счастья? Крепкая семья, достойная работа, уютный дом, чистый и ухоженный двор. А еще процветание и развитие того места, где ты живешь. Вы только посмотрите, как за короткое время изменилась центральная улица поселка Майского. А стало это возможным благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Расскажите, пожалуйста, про саму программу, какая работа была проделана и что осталось? Работа была проделана очень большая. Проект был дорогостоящий и очень большой, интересный проект. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» мы сделали реконструкцию центральной дороги, вдоль которой расположены практически все социальные объекты в нашем поселке. И магазины, и аптеки, и фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры. То есть практически все объекты находятся вдоль этой дороги. Поэтому в рамках данной программы была проведена реконструкция дороги, были сделаны новые тротуары, установлены новые знаки, даже предусмотрена тактильная плитка для инвалидов. Установлено 58 знаков по всей длине, было проведено новое уличное освещение, которое мы буквально вот несколько дней назад уже подключили и оно уже работает. Осталось совсем чуть-чуть завершить, буквально 5% со всего проекта. Осталось установить только 4 светофора, это подход именно к школе, где дорожка идет, и возле детского сада. А также установить барьерное ограждение, которое будет защищать вот эти вот опоры освещения от наезда автомобилей, ну и чтобы люди не выходили за пределы проезжей части. Установка остановки, чья была задумка, она была в программе? Изначально в проекте этой остановки не было. По решению техсовета приняли решение добавить эту остановку, сделать полностью павильон остановочный, вместе с подъездными путями, с посадочной плитой, то есть так, как положено по ГОСТу. Потому что центральная дорога, и это практически единственная остановка в поселке, вот поэтому было принято решение в рамках программы, опять же, не выходя за пределы, выполнить мероприятие по вот этой остановке. Протяженность подъездной автодороги составляет 1116 метров, на которой расположены все социально значимые объекты поселения. Над выполнением проекта работала Кашхабская ДРСУ. Так как объем работ был большой, параллельно в нем принимало участие еще несколько субподрядных организаций. Итогом работ глава поселения очень доволен, но на этом их планы не заканчиваются. Впереди еще много намеченных целей. В целом вы довольны проведенной работой? В целом, да, мы довольны, люди тоже довольны. Работа проведена действительно была большая, огромная, и красота нравится всем. Я думаю, что в дальнейшем мы будем продолжать участок в таких программах, и поселок постепенно преобразится. Ближайшие планы на будущее касаемо дороги, продолжения дороги? По продолжению дороги, вот этот участок дороги 440 метров, который остался, у нас планируется на 2022 год, когда мы будем строить физкультурно-оздоровительный комплекс, и одновременно с ним мы как раз сделаем оставшийся участок дороги. Также проведем уличное освещение, поменяем на новое, и вместе с физкультурно-оздоровительным комплексом все это в комплексе сделаем. Осталось совсем чуть-чуть, и жители этого поселения будут с удовольствием объезжать новую дорогу. А местная власть, в свою очередь, будет прилагать всевозможные усилия для улучшения качества жизни. Натусик Чмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабльского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова